Глава сорок первая. А вы думали, это будет легко? Кастер в ужасе таращился на значок, лежавший на столе перед ним. А ведь он всего лишь подумал, что хуже быть не может. И вот, прощая надежда, что он сможет вернуться к своей спокойной и ненапряжной работе детектива-инспектора в полицейском управлении графства Суррой. Кастер снова взглянул на Сара Патрика Джемми Уокера, генерального директора Ми-5, который откинулся на спинку стула, стоящего за столом, сложив руки перед собой. Когда воскресное собрание окончилось, инспектор, хотя теперь уже, похоже, бывший инспектор, надеялся, что проведет сегодняшний день, понедельник, в своем офисе, работая над документами, которые не закончил в пятницу. Однако на рабочем месте его ждало сообщение, чтобы он немедленно прибыл в Лондон, в дом на Темзе, и Сирил наивно предположил, что его присутствие потребовалось для дальнейшего разбора событий. А вот чего детектив-инспектор не ожидал, так это того, что глава Ми-5 лично скажет ему «Поздравляю, вы были снова призваны в ряды САС и переведены в пятый отдел военной разведки. Вот ваш значок». И бросит на стол открытый кожаный бумажник Бейджик, внутри которого окажутся соответствующие удостоверения личности и перечень уровня доступа для Сирила от службы безопасности. «Вы будете докладывать непосредственно мне или моему секретарю, если я в тот момент окажусь недоступен?» — продолжил тем временем гендиректор Ми-5. «Ваша задача — присматривать за эквестрицами и охранять их». Он сделал многозначительную паузу. «Не забывайте, вы не Джеймс Бонд и не шпионьте за ними». Эти два слова Окер выделил отдельно. «Вы будете их консьержем. Ваша задача — следить, чтобы любые просьбы, которые могут возникнуть у эквестрийцев, исполнялись максимально быстро и точно. Если они хотят, чтобы что-то было сделано, значит сделайте это. Если, конечно, их просьба не угрожает национальной безопасности Соединенного Королевства или кого-либо из наших союзников. Если у кого-то возникнут проблемы с эквестрийцами, разбираться с ними, как и с самой проблемой, также ваша задача. Я ожидаю, что вы будете ежедневно предоставлять письменный или устный доклад о своих взаимодействиях с эквестрийцами за сутки, а также о любых возникших или возможных проблемах, о которых, по вашему мнению, мы должны знать. Если они попросят вас сохранить что-либо в секрете, вы можете это сделать, если только не сочтете, что сохранение их тайны противоречит интересам безопасности Соединенного Королевства. В последнем случае вы обязаны будете сообщить им о любых подобных противоречиях, если только не думаете, что это подвергнет вас физической опасности. Действуйте на свое усмотрение. Мы хотим, чтобы эквестрийцы нам доверяли, чтобы им хотелось торговать с нами. Можете что-то сделать для развития этих отношений? Значит, делайте, пока это законно. Если вам нужно поговорить с юристом, чтобы определить границы дозволенного, мой секретарь направит вас к подходящему специалисту из юридического отдела. Я хочу все прояснить четко и сразу. Ваше задание – быть им как можно более полезным. Однако вы не вправе обходить или нарушать закон. Если у них возникнет просьба, которую вы не можете выполнить, приходите ко мне. Если я лично не смогу решить вопрос, то переправлю его премьер-министру. Глава М5 наклонился вперед и впился в кастера с серьезным цепким взором. Это задание чрезвычайно важное. Уверен, что вы и сами это прекрасно понимаете. Похоже, квестрийцам комфортно с вами. Хотя у других агентов подготовка куда более подходящая, однако мы не можем гарантировать, что тот, кого мы к ним отправим, окажется для них приемлемой кандидатурой и сможет так же легко добиться их доверия и содействия. Естественно, вас ждет прибавка к зарплате. Добавил сэр Уокер и вздохнул. Ну, конечно, вы можете отказаться. Генеральный директор М5 откинулся на спинку стула и стал ожидать решения Кастера. Сам же Кастер оказался в тупиковой ситуации. Да он, черт возьми, просто не мог отказаться. Его только что снова призвали на службу. Если Сирил сейчас скажет нет, то его запросто могут отправить на полугодовые сборы в какое-нибудь настолько интересное место, что даже его название без пол-литра он не сможет выговорить. Просто чтобы удостовериться, что Кастер не сболтнет кому-нибудь о том, что ему известно об инопланетянах. С другой стороны, его новое назначение не выглядит столь уж ужасным. Вряд ли его ждет еще более ненормированный график работы. В конце концов, полицейские и так редко работают по графику с девяти до пяти. А эквестрийцы вдобавок выглядят довольно милыми людьми и одновременно очаровательными и добрыми пони. Кастер легко мог придумать задание в разы хуже. Плюс повышение зарплаты станет весьма неплохим бонусом. Да и посмотреть новый мир может оказаться весьма интересным делом. В конце-то концов, вряд ли новая работа будет намного хуже, чем его прошлое, не так ли? Было бы непростительной глупостью сказать нет, сэр. Наконец, сказал Кастер и, улыбнувшись генеральному директору, поднял со стола бумажник со значком. — Отлично! — сказал сэр Уокер, вставая и протягивая руку. — Добро пожаловать в департамент. Глава МИ-5 снова сел на свое место и нажал кнопку на селекторе на своем столе. — Джеймс Уоттон, мой секретарь, приведет вас в ваш новый кабинет и поможет вам устроиться. Он также оформит все документы для полиции Суррая, чтобы они знали, что вы переведены на новое место, и намекнет им, что вас переманили в Скотленд-Ярд. Мы дадим вам неделю, чтобы покончить со своими делами в Сурре. Ах, да! — добавил директор МИ-5 после короткой паузы. — Официально вы сохраняете звание детектива-инспектора. Также Джеймс проинформирует вас, что именно вы можете передать эквестрийцам в связи с их запросом о посольстве и предоставить все необходимые материалы. Принцесса Твайлетт Спаркл, Принц Блюблад, Леди Рерити, Леди Эпплджек, Леди Рейнбудэш, Леди Флутершай, Леди Пинки Пай, детектив-инспектор Кастер Сирл уже здесь, — сказала мисс Эроу, провожая мужчину в гостиную под приветственные возгласы присутствующих. Принцесса стояла у камина, слегка покачиваясь с носка на пятку и обратно. Остальные сидели кто в кресле, кто на диване, а одна девушка с ярко-розовыми прямыми волосами так и вовсе робко выглядывала из-за спинки дивана. Встреча эта состоялась на следующий день после его повышения. Прошлый день оказался весьма утомительным, поскольку Вуттон совсем тщанием проинструктировал Кастера о правилах и положениях, которым он теперь должен был следовать, а также проинформировал его, что именно департамент ожидал увидеть в его отчетах. О да, это именно то, что ему хотелось больше всего — оформлять еще больше бумажек, чем прежде. — Добрый день, ваше высочество, дамы, — сказал Кастер, с поклоном затем кивнул стоявшему в стороне адвокату. — Как я уже упоминал, когда звонил вчера, — у меня есть для вас хорошие новости и несколько вопросов, если вы не возражаете. Его заявление было встречено внимательными взглядами всех присутствующих. Во-первых, премьер-министр от имени ее величества королевы Елизаветы II, милостью Божией Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и королевы других королевских владений и территорий, главы Содружества и Защитницы Веры, более чем рад удовлетворить вашу просьбу о посольстве. — Да! — тут же принялась подпрыгивать от возбуждения, принцесса! Я знала! Я знала, что это сработает! Да! 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 — одновременно с ней леди Пинки Пай начала размахивать флагом с надписью «Ура» и горстями разбрасывать конфетти. Остальные пони выглядели столь же довольными. Только принц вздохнул и снова закатил глаза на выходки остальных. Кастер сделал мысленную заметку пригласить какого-нибудь эксперта по моде или модельершу, чтобы она могла деликатно объяснить гостям несколько крайне важных фактов о нижнем белье и зачем женщины вообще его носят. — Поскольку у вас еще нет ни собственной канцелярии, ни собственного официального здания, — продолжил он, когда остальным удалось успокоить возбужденную принцессу. Премьер-министр предлагает вам, если вы того захотите, воспользоваться трехкомнатным рабочим кабинетом в Министерстве иностранных дел и Управлении по делам Содружества, расположенном на Кинг-Чарльз-Стрит в Лондоне. Вы можете пользоваться им до тех пор, пока не завершите строительство собственного здесь, в Литлуингинге, накопленной вами земле. Или не приобретете здание в другом месте в соответствии с вашими потребностями. Каким бы ни было ваше решение относительно размещения вашего посольства, земля, которую вы купили здесь, в Литл-Уингинге, будет считаться территорией Эквестрии и находиться под вашим дипломатическим контролем. Кроме того, правительство предоставляет вам автомобиль и водителя, чтобы вы могли ездить в свой временный офис в Министерстве иностранных дел и Управлении делами Содружества и обратно, если вы решите воспользоваться этим предложением в любое удобное для вас время. Также вам будет предоставлена любая другая помощь, которая может вам потребоваться. Кастер кивнул в сторону окна, через которое можно было увидеть приваркованный на улице лимузин Лендровер и водителя, который, похоже, от нечего делать, читал газету за рулем. — Это Кэрол. — Натянуто улыбнулся Сирл. — Он тот человек, кто проходил через портал и теперь вызвался быть вашим личным представителем в Министерстве иностранных дел и Управлении по делам Содружества, если вы решите принять это предложение. — Также, если вы не возражаете, меня назначили вашим контактным лицом. Обращайтесь ко мне, если у вас возникнут какие-либо вопросы или вам потребуются какие-либо услуги, не связанные с дипломатической деятельностью посольства. Кастер сделал короткую паузу. — Ну, можете считать меня своим помощником или, если угодно, секретарем. Я могу организовать встречи, транспорт, путешествия, посещение развлекательных заведений. Словом, во всем, в чем бы вам не понадобилась помощь в нашем мире, я постараюсь вам посодействовать. Кастер поставил портфель на журнальный столик, открыл его и вынул папку. Мисс Эрроу тут же придвинула одно из пустующих кресел, чтобы он сел. Во-первых, премьер-министр предполагает, что вы, вероятнее всего, захотите построить свою канцелярию именно здесь, в Литл Уингинге, чтобы облегчить доступ к порталу и защитить его. Мужчина протянул тонкую папку принцессе, которая нетерпеливо взяла ее и открыла. Первая страница — это список архитекторов, обладающих опытом проектирования правительственных зданий и имеющих солидную репутацию. Вторая страница — список авторитетных подрядчиков, которые занимались строительством на государственных контрактах. Мы не знаем, что именно потребуется в ваших зданиях, добавил он, вытащив толстую книгу. Однако у нас есть множество строительных норм и правил, касающихся безопасности и здоровья, которые необходимо учитывать при проектировании и возведении здания. В этой книге, — положил он упомянутый талмуд на стол, — перечислены все строительные нормы и правила, действующие в настоящее время. Принцесса ухватила книгу так быстро, что Кастеру показалось, будто та буквально сама пригнула девушке в руки, словно по волшебству. И намерянка тут же принялась с горящим азартом глазами перелистывать страницы. Мы предлагаем вашему архитектору поработать с одним из тех, кто находится в этом списке, чтобы убедиться, что готовое здание будет соответствовать как нашим строительным нормам, так и вашим. Сирил закрыл портфель и отложил его в сторону. Я не знаю, как это принято там, откуда вы родом, но обычный порядок действия здесь — сначала проконсультироваться с архитектором по поводу того, что вы хотите построить. Он поможет вам составить проектный пакет, охватывающий эти требования и предлагающий предварительный дизайн. Как только пакет будет собран, архитектор поможет вам выставить его на конкурс среди других архитекторов, чтобы они могли спроектировать реальное устройство здания или комплекса зданий, используя предоставленные вами руководящие принципы. Они, в свою очередь, составят несколько предложений о том, как именно будет выглядеть законченное здание и что именно в него войдет. Вы выбираете тот вариант, который, по вашему мнению, лучше всего соответствует как вашим потребностям, так и вашему бюджету. Далее победивший архитектор подготавливает полный пакет чертежей здания или комплекса, который затем размещается на открытых торгах среди строительных организаций. Как правило, конкурс выигрывает застройщик с наименее дорогим предложением. Только после этого можно начинать строительство. Во всем этом лишь есть одна небольшая проблема. Детский парк, лесные территории имеют статус зеленых зон. Зеленая зона – это территория, которая была выделена для того, чтобы сохранить хотя бы местами атмосферу сельского пейзажа и предотвратить чрезмерную застройку. С улыкой пояснил мужчина, видя вопросительные взгляды эквестрийцев. Понимаете, мы пытаемся не допустить, чтобы все вокруг Лондона превратилось в один гигантский город. Он вздохнул, тогда как господин Юэши кивнул, подтверждая его слова. «Премьер-министр предлагает вам выделить часть собственности, которую вы приобрели, для сохранения общей площади, выделенной для зеленых насаждений. Или вы можете купить для этой цели дополнительную собственность». Кастер вытащил еще одну папку и передал ее принцессе. «Это список участков в окрестностях Суррея, где было бы желательно устроить дополнительные зеленые зоны, если вы не сможете приобрести нужное количество земли непосредственно в самом Литл Уингинге. Естественно, премьер сделает все, что в его силах для ускорения заключения сделок. По нашим данным, вы приобрели около 140 акров земли, чего более чем достаточно для посольства. Какого бы архитектора вы не выбрали, он сможет посоветовать, как лучше всего использовать собственность, которой вы владеете». Инспектор снова вздохнул. «Ой, мне объяснили, что для полной реализации таких крупных строительных проектов обычно требуется несколько лет, от начала планирования до здания, готового к заселению. Но в зависимости от того, насколько гибко вы подходите к своим потребностям и насколько сложным является здание, это может занять и меньше времени». Эквистрийцы посмотрели на него, как на сумасшедшего. «Вы что, всегда столько всего делаете?» — спросила леди Рерити, затаив дыхание. «Для какого-то жалкого двух- или трехэтажного домишки!» — сказала леди Дэш. «Ничуси!» — сказала леди Джек. Принц Блю Блад выглядел так, будто разжевал лимон целиком. «Да у нас дворец в Кантерлоте построили всего за семьдесят шесть дней и пять часов!» — ахнула принцесса Твайлот. «А он огромный!» — первой догадалась Пинки Пай. «Вот же мы глупые!» — хихикнула она. «Они же все ведь вынуждены делать в копытную, а?» На лицах всех присутствующих почти одновременно появилось выражение, которое можно выразить словами «а, так вот оно что!» Словно они осознали что-то важное. «А, так у вас есть другие варианты возведения зданий?» — поинтересовался Кастер, понимая, что у него появился шанс узнать об иномирных технологиях строительства. Эквистрийцы обменялись виноватыми взглядами. «Ну да, есть!» — кинула принцесса. «Что ж, у нас имеются фотографии той стены на другой стороне портала. Вот, к примеру, сколько времени потребовалось на ее строительство. Или она уже была на месте, когда вы нашли портал?» «А, это!» — отмахнулась принцесса Твайлод и на несколько секунд задумалась. «Нет. До того, как мы нашли портал, там везде стоял густой лес». Она замолчала и подумала еще немного. «Так, посмотрим, посмотрим. Портал находится примерно на полкилометра вглубь Вечно Дикого леса. Вечно Дикий — очень опасный лес», — пояснила принцесса, серьезно посмотрев лицо Кастеру. «В нем полно медведей, древолков, мантикоры и других смертоносных хищников. Поэтому сначала нам пришлось расчистить территорию, природить деревья и отвезти пару-тройку ручьев. Одновременно с этим мы строили стены примерно сели… примерно 40 ваших метров в высоту и 4 метра в толщину. Они простираются от портала до опушки леса. Затем мы проложили дорожки и высадили траву, чтобы выглядело красиво. Плюс там есть здания, которых мистер Кэрролл не видел. Солдатские казармы, гостиница для посетителей, административные здания и всякое такое». Миссис Паркл кивнула саму себе. «Ну а сами стены мы закончили примерно за две недели. Работа пошла намного быстрее, когда стены стали достаточно высокими, чтобы сдержать нападение хищников. И часть солдат смогла начать помогать в строительстве», — добавила она, улыбнувшись Кастеру. «Но строительные бригады работали непрерывно. Если не ошибаюсь, их общая численность составила порядка 400 пони». Кастер всеми силами пытался сохранить невозмутимое выражение лица. «Пони построили с сорокаметровой высоты стену длиной более километра за две недели? Да, на фотографиях она выглядела так, будто простояла там уже много лет. И при том все это без рук. Да на такую работу в земных условиях без тяжелой техники у них ушли бы годы каторжного труда». «Как только мы закончили стену, и все эти подготовительные работы были построены и другие здания. На все про все ушло около трех недель». Тут до Сирала дошло то, что она сказала раньше. «Мантикоры?» — вытаращил глаза инспектор. Ну, в конце концов, медведей и волков он вроде бы как ожидал. «Да», — нахмурившись, ответила принцесса Твайлот. «Не думаю, что они у вас встречаются». Она вздохнула и стала объяснять. «Это существо с львиной головой и телом и крыльями, похожими на крылья летучей мыши, и жалом скорпиона вместо хвоста. Ростом примерно, ну, вдвое выше вас. Они без зазрения совести едят пони, если смогут их поймать». На этих словах она опустила взгляд в пол. «Собственно, большинство существ в вечно диком лесу поступают так же». «К счастью», — добавила мисс Спаркл, вновь подняв взгляд на инспектора и улыбнувшись. «Они редко покидают лес, потому что знают, что с ними случится, если они это сделают». «Вообще-то», — заметил Кастер, «если я правильно помню, в наших древнегреческих легендах имеются упоминания о подобных тварях». «Серьезно?» Принцесса внезапно заволновалась, а затем нахмурилась. «Я так и знала, что сначала надо было прочитать те книги по мифологии», — пробормотала на себя под нос. «Твайлот, сосредоточься», — демонстративно откашлившись, сказала Леди Джек. «Кроме того, у меня назрел еще один маленький, но довольно-таки важный вопрос», — сказал Кастер, мысленно заставляя себя вернуться к списку имеющихся у него вопросов. «Как вы хотите, чтобы мы представили вас общественности?» «Хоть мы можем некоторое время хранить ваше существование в тайне, но люди все равно об этом узнают, особенно когда вы официально откроете свое представительство в Министерстве иностранных дел и управлении по делам Содружества и начнете размещать тендеры на строительство своего посольства. Мы можем попросить архитекторов не распространяться о планируемых вами зданиях, но кто-то все равно рано или поздно проболтается, и пусть даже только свои девушки, но упомянет, что планируется строительство посольства. Когда об этом узнают газеты, сразу же посыпется масса вопросов». Его слова заставили эквестрийцев задуматься. «Что ж», — сказала принцесса, — «теперь, когда у нас есть разрешение, мы уже к сегодняшнему вечеру можем обезопасить территорию вокруг портала. Первым делом построим невысокую стену метра три в высоту. Она должна будет уберечь любопытных от причинения неприятностей, пока мы не заменим ее на что-то более капитальное». «Нет-нет», — улыбнулась принцесса, видя, что Кастер уже было собрался то ли возразить, то ли попросить уточнений, не настолько устрашающую, как стена, огораживающая портал от вечной дикого леса. «Затем мы можем подготовить площадку вокруг портала, как мы это сделали на другой стороне. Облагородим ее и сделаем больше похоже на парк». Остальные кивнули, соглашаясь. «Только не забывайте оставлять туннели и норки для лесных созданий. Мы не хотим отгораживать их от их друзей», — сказала, хотя скорее уже прошептала леди Флаттершай. Кастер кивнул. «Надо будет предупредить фельдмаршала Херда. Тот хотел убедиться, что наблюдение за территорией установлено, чтобы в том числе проследить за ходом строительных работ, как только те начнутся. Видимо, ему придется ускорить размещение съемочных групп с длиннофокусной оптикой, расположив их сразу же за пределами территорий, скупленных эквестрийцами». «Это кажется разумным», — сказал инспектор. «Значит, предлагаете отложить публичное объявление до тех пор, пока новости сами не просочатся, и только после этого сделать официальное заявление и снять покров тайна со всего этого дела». Собеседники кивнули. Точнее все, кроме Леди Дэш, которая отвлеченно смотрела куда-то вдаль. Принц Блюблат тоже казался равнодушным, но Кастер видел, что тот внимательно слушает. «Превосходно». «А пока мы можем более детально проработать над тем, как мы хотим поступить, когда решим объявить о вас миру». Инспектор сделал паузу, чтобы собраться с мыслями. «Итак, у меня к вам имеются несколько вопросов». Принцесса кивнула, предлагая ему продолжать. «Тот человек, который нашел портал в прошлом году. Не могли бы вы рассказать о нем чуть побольше?» Реакция эквестрийцев на слова Кастера оказалась довольно странной и неожиданной, чем немало его удивило. Буквально вся группа напряглась, даже принц Блюблат. Его вопрос явно задел их заживое. При других обстоятельствах Кастер уже было забеспокоился, однако сшитые на заказ платья девушек не оставляли места ни для какого оружия, как и для воображения. Даже телохранители казались ему безоружными. Вот у принца оружие могло быть, но его отстраненная манера поведения создавала у Кастера впечатление, что тот никогда не снизойдет до того, чтобы носить с собой хоть что-нибудь столь грубое, как оружие. А лень, безусловно, был адвокатом, а не охранником, солдатом, или уж тем более банальным головорезом. Да и когда иномерцы до этого превращались, при них тоже не было видно никакого оружия. Твайлот глубоко вздохнула и медленно выдохнула. — Прошу прощения. Но тот... тот человек хочет сохранить анонимность. Мисс Твайлот на мгновение замолчала, размышляя. — Скажу так. Этот человек пережил тяжелые времена в вашем мире и не хочет, чтобы кто-либо из вашего мира нашел эту личность. — Сказала она очень осторожно, явно тщательно подбирая слова, подразумевая, что не хочет раскрывать инспектору даже пол нашедшего портал человека. Когда мы впервые обнаружили, что эта личность знала, где находится портал, то она отказалась раскрыть нам его местонахождение, опасаясь, что этому человеку придется покинуть дом, который он обжил в нашем мире, и навсегда вернуться сюда-обратно. Твайлот тяжело вздохнула, при этом некоторые из присутствовавших иномерян печально покачали головами. Только когда принцесса Селестия прямо потребовала, чтобы эта личность помогла нам и гарантировала, что никто не собирается ее заставлять остаться здесь, этот человек согласился. — Не поймите неправильно! — быстро добавила принцесса, видя, как Кастр приподнял брови. — Этот человек открыто шел нам навстречу, рассказывая нам все, что знал о вашем мире. Так же эта личность помогла нам разработать эффективную стратегию работы с этим миром, например, посоветовав нанять компетентного юриста, адвоката, чтобы попросить его помочь нам приобрести собственность и превратить наши драгоценности в ваши денежные знаки. Мисс Спаркл с едва заметной полуулыбкой слегка покачала головой. По большей части все советы о том, что нам следует делать, сводились к ответу спросить у адвоката. Однако, представленный этой личностью альманах очень помог нам в подготовке к встрече с вашим миром. Рерити чуть не упала в обморок, когда увидела выпуск журнала Vogue. Принцесса, усмехнувшись, кинула взгляд на фиолетово-лосую девушку, которая ответила на ее взгляд лишь слегка приподнятой бровью. И этот... человек... действительно сопровождал нас через портал первые несколько раз, чтобы сориентировать нас на местности и помочь избежать наихудших ошибок. Кастер повернулся и вперил взгляд в поверенного. В ответ Линь улыбнулся и демонстративно откашлялся. — Профессиональная этика, мистер Сирл, профессиональная этика. — Многозначительный произнес адвокат. — Однако я могу официально заявить, — продолжил он после короткой паузы, — что этот человек, находясь под правовой юрисдикцией Соединенного Королевства, не совершал никаких преступлений ни до получения доступа к порталу, ни после любого из проходов этой личности через него обратно. И что причины, побудившие упомянутого человека остаться в Эквестрии, сугубо личны. — Следовательно, если вы не предоставите законную причину, по которой мои клиенты должны будут разгласить какую-либо дополнительную информацию об этом человеке, моим клиентам больше нечего сказать по этому поводу. — добавил мистер Еши, слегка покачав головой. — Что ж, это, безусловно, ставило жирную точку в деле. — Я вас понял, — понимающий кивнул Сирл и перешел к следующему вопросу. — Вы упомянули, что Эквестрия — самая большая страна на вашей планете. Какие еще страны существуют? — Так и знала, что вы зададите этот вопрос. Оживилась мисс Спаркл, аж подпрыгнув на месте. — Я уверена, что вашим ученым будет интересно. С этими словами принцесса полезла в сумку, лежащую рядом со стулом, вытащила туго свернутую бумагу и протянула к Астеру. Инспектор взял предложенный свиток, развернул его, откинувшись на сменку стула, и нахмурился, изучая содержимое. Не зная Сирл заранее, что они действительно были инопланетянами, он бы их в этом заподозрил. Бумага оказалась картой. А уж карты он читать умел. — Хе-хе, да ученые с ума посходят, когда это увидят. — Что ж, если я не ошибаюсь, я уже упоминал о Кристальной Империи, которая находится к северу от Эквестрии, — сказала принцесса, пока инспектор пристально изучал карту. — На Дальнем Востоке находятся Драконьи Земли и Гриффон Стоун. Потом есть Сидельная Аравия, Фэнси, Острова Чешуйчатых, Абиссиния, Пантера, Гиппогрифия, Якикистан, Зебрика, Нейпония, Пранция, Камилу, Кервидерия, Северная и Южная Коровея, Индвиния, Мустангия, Майоратония, Монокольд и Майоретания. Впрочем, последние четыре фактически являются королевствами в составе Эквестрии. А также Друнгар и Заргат. Есть и другие, но основные вот эти. — Вы это серьезно? — Недоверчиво переспросил Кастер. — До половины этих названий он постучал по карте. Звучит, как существа из земной мифологии. Остальные — каламбуры с ними или гросслов, образованных от земных стран и городов. — Да, я и сама это заметила. Слегка нахмурил Ствайлот. — Все это довольно странно. Это заставляет меня задаваться вопросом, не существовало ли еще одного портала несколько тысяч лет назад, через который разные существа могли переходить туда и сюда. Она аж задрожала и заерзала на месте от волнения. Но это не объясняет тесной связи между названиями эквистрийских городов и названиями городов на Земле. К примеру, Мейнхэттен и Манхэттен, Филидельфия и Филадельфия. Тем более, что многие из городов Земли не существовали еще каких-то 500 лет назад. Все это слишком странно, чтобы быть простым совпадением. Но с другой стороны, исследовать это будет так весело! Широко улыбнулась принцесса, а в ее глазах вновь зажегся азарт. Может быть, существует некая утечка мыслей и идей между нашими двумя мирами? Эдакие микропорталы, слишком маленькие, чтобы их можно было обнаружить или оправить физический объект, но пропускающие мысли? Улыбка Твайлод стала еще шире и теперь выглядела несколько жутковатой. А может быть, пони то проскользнули сюда и рассказали о названиях, принесенных из эквестрии, пока были здесь? Принцесса приняла задумчиво раскачиваться на стуле из стороны в сторону. Затем остановилась и бросила взгляд на своих друзей. А может, Дискорд? Кастер нахмурился. Последняя, ею упомянутая, это человек или что-то еще? Не сейчас! Безапелляционно заявила леди Рарити. Займешься позже, Твайлод! Слегка надувшись, Твайлод откинулась на спинке стула и снова вздохнула. Каким бы интересным и тревожным ни были эти мысли, Кастер решил пока отложить их, пусть другие об этом беспокоятся. Снова свернув карту, он осторожно убрал ее в портфель и откинулся на спинку стула и сделал глубокий вдох-выдох, приводя мысли в порядок. И, наконец, как нам открыть посольство на ваше стороне портала? Это вызвало еще одну серию виноватых взглядов. Это немного проблематично, сказала принцесса Твайлод. Инспектор Сирил приподнял брови. Не то, чтобы мы не хотели, чтобы вы открыли посольство, поспешила успокоить его мисс Спаркл. Дело в том, что вашим людям придется адаптироваться к нашему миру. Один из ваших людей уже убедился, что превращение в пони затрудняет выполнение даже самых простых задач. Для начала вам придется научиться ходить, держать посуду копытами и вовсе далеко не самая простая задача. А чтобы научиться писать ртом, нужны годы практики. Конечно, можно просто послать туда людей, которые не трансформируются, добавила она, киваясь своим мыслям. Однако мы не знаем, насколько хорошо вы сможете приспособиться к нашему миру в долгосрочной перспективе, если будете оставаться в родном облике. Принцесса замолчала и о чем-то серьезно задумалась. Потом глубоко вздохнула и посмотрела на остальных, особо задержав взгляд на принца Блюблади. Тот посмотрел в ответ и молча пожал плечами. — Со временем они все равно узнают, — тихо сказал принц, — и почему мы должны скрывать то, что от природы делает нас выше всех? Кроме того, скрывать настолько важный секрет от того, с кем вы хотите быть в хороших отношениях, а то и вовсе друзьями дурной тон. Когда они узнают, это обстоятельство может отбросить все наши достижения к началу. Только потом придется еще и преодолевать препятствия, вызванные недоверием. В сознании Кастер забил тревожный набат. Выше всех? Когда кто-то решает, что они от природы выше всех, это никогда добром не кончалось. И что за секрет? Может быть тот, который объясняет, почему они главенствующая страна в своем мире? Что бы они ни сказали, очевидно, это приведет к переоценке планов премьер-министра. Принцесса Твайлот кивнула. Затем еще раз, уже более решительно, и снова посмотрела на Кастера. Это то, что вы обязаны держать в секрете как можно дольше. У нас есть много причин хранить это в секрете в вашем мире. И не в последнюю очередь из-за упоминаний в ваших исторических хрониках о том, как ваши люди на это реагируют. «Каждый, кто прошел через портал, поклялся хранить эту тайну, если только чьей-либо жизни не будет угрожать реальной опасности. Вы должны сообщить об этом своей королеве и премьер-министру. Пусть уже они решают, кто еще узнает эту информацию, но мы просим ваше правительство ограничить круг ознакомленных только теми, кому это необходимо знать». Инспектор Сирл медленно кивнул ей в ответ. «Всем нутром чувствуя, что кроличья нора вот-вот станет еще глубже». В следующую секунду он только и мог что ошеломленно наблюдать, как взлетает его портфель. Мгновение спустя он заметил, что книга, которую он подарил принцессе, воспарела над столом. Кастер перевел ошарошенный взгляд на остальных, чтобы узнать, как они реагируют на подобное, но увидел чайные чашки, плавающие в воздухе перед лицами принца Блюблада и леди Рарити. Адвокат же смотрел на него и ухмылялся. «Магия существует!» Торжественно объявила принцесса Твайлайт Спаркл.